Я склонюсь над твоими коленями, обниму и снизу силою. В общественной организации «Надежный тыл», а сами они давно называют себя семьей, сейчас насчитывается 600 человек. И это уже не только родственники, мобилизованных в сентябре 2022 года, но и волонтеры, которые также помогают собирать гуманитарную помощь, делать носилки, плести сети. Эти кадры мы снимали в прошлом году, теперь женщин еще больше. Своё спасибо всем присутствующим лично выразил Иван, который эвакуирует бойцов из красной зоны, сейчас приехал в Барнаул в отпуск. Даже те же носилки, которые вы к нам присылаете, они очень играют огромную роль, потому что на переднем крае мы с собой большие, например, советские носилки мы взять не можем, а именно берем клетчатые носилки, которые можно свернуть, подползти к раненому бойцу. Мы этого раненого бойца ложим на эти носилки уже дальше и эвакуируем уже в зеленую зону. Гуманитарные грузы на передовую семья отправляет регулярно. В каждом медикаменты и то, что обязательно понадобится ребятам в госпиталях. Жгуты, бинты, в общем, все то, чтобы оказать ребятам первую медицинскую помощь. Для госпиталя мы много чего отправляем. Это также и теплые вещи в зимний период. Сейчас это футболки, тапки и носки. Татьяна тоже в числе четырех женщин, которым вручили медали Союза добровольцев Донбасса. Но благодарности заслуживает каждая. Весенье праздник они отметили вместе, как настоящая семья, которая ждет домой своих родных и близких. И в любой ситуации всегда окажет поддержку. Огромное спасибо всем девочкам, всем мамам, всем женам, которые принимают активное участие в сборе гуманитарного груза для своих бойцов. Знайте всегда, тыл и фронт, они неразделимы. Татьяна Голубева, День с толком. Татьяна Голубева, День с толком.